всем привет сегодня 28 декабря 2019 год киевская область моя теплица которую я уже показывала если кому-то интересно можно предыдущие видео посмотреть вот начинаю постепенно снимать видео про своих жителей вот данный момент это лайм таити который начинает уже давать урожай значит кроме этого то что он завязал у меня 13 плодов разного размера он опять цветет дает прирост и постоянно вот может быть ну не постоянно может какие-то пару месяцев он передохнул но в общем то это его обычное состояние цвести завязывать плоды и опять цвести в общем это бесконечный процесс практически вот цветочки такие небольшие у него белые обычные такие он навязал придут в предыдущее цветение он навязал очень много он правда сбросил тоже прилично но и осталось вот 13 13 плодов я насчитала то что он оставил значит один тоже начинают они созревать постепенно некоторые еще зеленые то что я срезала потом вам покажу он уже начинает немножко становиться салатовым то есть он уже абсолютно пригоден потреблению вот хочу вам сказать что лайм таити или как он еще называется персидский лайм он очень урожайный неприхотливый как для цитрусовых очень достойный сорт и советую если допустим у вас не так уж много места ну или вы не фанатеете вообще от лаймов вот можно завести вот именно если заводить лайм один то я считаю что нужно завести именно вот лайм таити мое мнение ну еще вполне возможно так для красоты опять же тоже в общем то хорошие вкусовые качества еще есть его форма варегатная он у меня в большом размере не представлен есть моя прививочка маленькая там не на она у меня там где-то на подоконнике стоит маленькая несчастненькая всего полгода особо нечего и показывать вот этот конечно большой лайм обычный зелеными листьями он где-то вместе с горшком высоту точно я конечно не скажу но при моем росте метр семьдесят грубо мне по пояс вот так вот он где-то по размеру еще раз повторюсь в общем то он довольно неприхотлив несмотря на то что это как бы ну тропическое растение он температуре понижения довольно таки нормально выдерживает правда ниже плюс десяти у меня не опускалась но общем то ему все нравится беспроблемный особо он не листопаде там конечно старых листьев каких-то несколько сбросил да и все и я вам хочу сказать что все мои вот эти вот мучения пока строилась теплица и как все у меня находились в доме растения как им всем было тесно как всем было тошно вот есть такие несколько растений которые в общем то не особо пострадали как-то стойко довольно таки они перенесли все эти тяготы лишения и вот среди них лайм таить он пропис спокойно цел на зал плоды и в общем то и не парился насчет почвы грунта все как обычно у всех цитрусовых и точно такой же грунт я для него готовлю приготовила вернее посадила как и у всех вот поэтому ничего тут такого особенного точно также он не переносит залива вот скну сквозняки тоже это никто не любит в общем все как у цитрусовых очень хорошо он реагирует если его выносить на улицу значит в летние весы с весны до осени ему это нравится довольно таки неплохо он себя чувствует вот если грунт немножко ну так не то что так немножко подзабыл полить нельзя сказать что он засох уж совсем но так слегка его подсушил то в принципе он не сильно страдает от этого потом полил себе да и нормально удобрять опять же тоже удобряем его как все цитрусовые остальные ничего тут тоже нового просто почему я его показываю потому что но он у меня тоже как бы такой любимый мне он очень нравится и нравится само растение тем что она очень благодарная тем что она неприхотливая имеет очень хорошие вкусные плоды я считаю что прямо год классический такой классный лайм сейчас я вам покажу подойду я его же поскольку мне неудобно и держать телефон снимать и отрезать поэтому я его уже я его уже срезала я уже его взвесила значит он у меня завесил 99 грамм в принципе ну такой размер его классический где-то в среднем он так весить и должен где-то 90 100 110 где-то так вот очень вкусный без косточек сочный такой уже видите какой он цвет уже начал менять он уже становится салатом это говорит о том что пора его срезать в принципе его можно еще и зеленым срезать вот ну я как бы предпочитаю дождаться вот такого его состояния мне он так больше нравится он классический лайм классно так вот комфортно связь и свежая такая вот кислота значит лаймовые такие вот нотки присутствуют такие ароматические что ли вот то есть он и в любые коктейли мохито и куда угодно и в чай он тоже будет очень хорошо вкусно смотреться так можно выразиться поэтому еще раз повторюсь если у вас лайм таити ну как бы один вот есть то наверно его и достаточно по мне то есть я например у меня там есть прививки из любопытства там мексиканского лайма я сделала тоже то есть просто черенки покупала так играла сделать было ничего но в принципе вот вам таити вот есть и хватит вот как по мне если не собирать коллекцию не иметь очень сильно много места для этого вот одного вполне его будет хватать так что размножается он черенками довольно таки нормально прививка воздушной отводки пишут еще что семенами но тут еще раз добыть семена в принципе он бессемянные в основном это только если на улице там что-то его кто-то пчела какая-то залезет поползает и случится там где-то какая-то семечка но в принципе он бессемянные в основном вот если найдете семечку можно посадить там она черте знает сколько всходит эта семечка а потом еще неизвестно когда этот урожай будет хоть и пишут что там 45 лет но я думаю что всякое бывает бывает и раньше у кого-то бывает вообще через 10-15 лет но вот про лайм таити пишут что 45 лет и вот он вам заплодоносит и что он сохраняет свои сортовые все признаки не знаю мне кажется что намного проще сделать прививку воздушную отводку или чай или укоренить черенок вот поэтому в общем советую вам этот лайм иметь у себя значит очень хороший дерево довольно таки ну такого нормального роста не огромное в принципе если ограничивать его горшком то она огромным и не вырастет конечно если посадить его в грунт в теплице то может стартануть метров наверное до двух с лишним мне кажется но в принципе пишут что где-то метра полтора она в среднем растет и знаю насколько это правда вот у меня пока она вот такое в общем очень я довольна мне он очень нравится и вам советую благодарю за внимание всего хорошего до свидания